А с темными стеклами не поездишь спокойно даже за доплату, потому что небезопасно. Но нарушителей это не останавливает. Моя коллега, ведущая программы продвижения Виктория Герус, вышла с полиции в рейд по автопижонам. Смотрим ее сюжет. Съемные электронные тонировки, шторки. Что только не придумают автовладельца, лишь бы спрятаться от солнца и любопытный глаз. Сергей только вчера затонировал стекла, о качестве пленки долго не думал. Купил в обычном супермаркете, самую дешевую. Клеил на воду, поэтому издирать не жалко. Она же на воде клеилась, просто вот раз и все. А этот водитель расплывался в улыбке и свободно отвечал на вопросы, пока не заметил оператора. Увидев микрофон, стал поднимать стекло в патрульке. Все-таки сказал, почему нарушил закон. Кайф такой имел, вот имел кайф приклеить тонировку. Мне она нравится, я приклеил, все. А вот сейчас вам выписали предписание, вы снимете все-таки? Я сам разберусь, как мне поступить. Главное, чтобы до суда не дошло. А то разбираться придется служителям Фемиды, потому что водителю, который отказывается снять тонировку на месте, выписывают предписание на устранение пленки в течение суток. Если он этого не сделает и снова попадется ДПСникам, может попасть под арест до 15 часов. В день составляется более 100 административных материалов. С приходом жары это, естественно, увеличивается, но мы не даем росту этому. Сотрудники ГИБДД, ДПС, они постоянно выявляют эти правонарушения и идет уже снижение данных водителей. Большинство водителей прячутся за тонировкой от солнца. Многие клеят пленку именно в летний период, чтобы в салоне было не так жарко, а зимой ее сдирают. Их вовсе не пугает крупный штраф и арест. Водитель этой иномарки, похоже, даже не ожидал, что его могут остановить для проверки светопропускаемости передних стекол. Сделать это инспекторам не удавалось долго. Из машины выходить водителя пришлось уговаривать. Эдуард Тазменович, пройдемте в патрульный автомобиль для составления административного материала. Я еще раз вам предлагаю пройти в патрульный автомобиль для составления административного материала. Вам уже выписывали тонировку? Оказалось, водители уже выписывали предписание на устранение пленки. Он этого не сделал. Так еще и колесил по городу на незарегистрированной машине, за что и был оштрафован. По информации сотрудников ГИБДД, водителя белой иномарки с места рейда отправили в дежурную часть. И сколько бы ни спорили водители о безопасности пленки и допустимой светопропускаемости стекол, ясно одно. Тонировка мешает водителю определять расстояние и распознавать объекты в темное время суток. А это в разы увеличивает вероятность аварии. Поэтому и существует закон о тонировке, с которым многие водители не согласны, но исполнять обязаны каждый.